25 января в Ненецком округе стартовал пятый региональный чемпионат молодые профессионалы WorldSkills Russia. В этом году в конкурсе примут участие 85 человек, которые будут соревноваться по различным профессиональным компетенциям. Подробности в сюжете нашей коллеги Елизаветы Кабановой. В шестой раз в столице Ненецкого автономного округа проходит региональный чемпионат для молодых профессионалов в рамках российского проекта WorldSkills Russia. Проведение чемпионата в рамках соглашения о сотрудничестве с администрацией региона поддерживает нефтяная компания «Лукойл». Молодые профессионалы соревнуются по девяти профессиональным компетенциям на базе средних профессиональных учебных заведений города Наринмара. Это Наринмарский социально-гуманитарный колледж, Ненецкое профессиональное училище и Ненецкий аграрно-экономический техникум. В последнем участники WorldSkills соревнуются по пяти компетенциям – лабораторно-химический анализ, предпринимательство, социальная работа, ветеринария и поварское дело. В этом году у нас очень сложное конкурсное задание. Если до этого у нас конкурсные дни всего лишь два дня было, в этом году у нас три конкурсных дня. У нас и первые блюда готовят, и закуски, и десерты, и формы нарезки ребята показывают. Причем формы нарезки они показывают очень точные, потому что эксперты в конце их измеряют штангенциркулем. Заданием из черного ящика для будущих поваров стал соус башамель. Также молодым специалистам предстоит приготовить паштет из печени и горячее блюдо из говядины. Для выполнения заданий ребятам выделено 4 часа. На конкурсе по лабораторно-химическому анализу также предстоит выполнить несколько задач. То есть у них 5 модулей, по которым они должны провести количественное определение каких-либо показателей. То есть они определяют катионы металла в пробе. Вчера, например, фотометрическим методом. Сегодня уже работают на потенциометре, то есть определяют свободную углекислоту в пробе воды и питьевой. Или же они сегодня еще определяют сахар в киселе. То есть тоже достаточно такие интересные методы. В третий конкурсный день ребятам предстоит определить массовую долю соли в составе кристалла гидрата. Что касается предпринимателей, то на этой площадке представлены не только студенты, но и старшеклассники. Ребята выполняют свои задания по уже ранее написанным бизнес-планам. Они анализируют целевую аудиторию, они анализируют маркетинговые мероприятия по продвижению своего бизнеса. Они анализируют расчеты, там окупаемость, рентабельность, прибыльность, ликвидность, НПВ и так далее. И также они представляют в целом свой бизнес-проект. У конкурсантов есть три специальных задания, которые стали известны непосредственно перед началом конкурса. В последний день соревнований предприниматели будут технически обосновывать свои расчеты и полностью представлять свой бизнес-проект. Но не только эти ребята защищают свои работы перед экспертами. Участники компетенции «Социальная работа» в первый конкурсный день также представляли выполненную работу в виде презентации. Сегодня мы выполняем третий и четвертый модули. Третий модуль сейчас ребята у нас выполняют. Он называется «Реализация социального обслуживания». Значит, ребятам необходимо решить две ситуации, дать письменный ответ на обращение граждан. У этой компетенции всего два конкурса дня и четыре модуля. Последним ребятам предстояло составить профилактическую беседу с девиантными подростками. У ветеринаров активная работа также проходила в первые два конкурсных дня. Всего задания семь. Три модуля в этих заданиях. Первый модуль – это лабораторная реакция иммунодиффузии и реакция агглюцинации. Ветственная экспертиза – меда и молока. Это клинические случаи, УЗИ, клиническое исследование КЗ и хирургическое наложение швов и пинтовых повязок. Это третье задание во втором модуле. Итоги чемпионата будут подведены в пятницу 29 января. Награждение победителей пройдет в Дворце культуры Арктика. При финансовой поддержке компании «Лукойл» участник, занявший первое место в профессиональной компетенции, получит сертификат на 12 тысяч рублей. За второе место сертификат на 10 тысяч, а за третье – на 8. Победитель получит путевку на всероссийский отборочный этап, в котором будет представлять Ненецкий округ.